привет друзья с вами варчик в этом видео я вам расскажу про замечательный на самом деле нет тяжелый советский танк премиумный барабанный из 3 с механизмом заряжения традиционного обзора брони в начале видоса не будет подскольку там особо нечего смотреть нлд 200 миллиметров влд 200 миллиметров приведенки если мы на щучьи нос поворачиваем в одну сторону то во внешней щеке брони становится больше в ближней щеке к врагу становится меньше все как-то его не крути этот истрис mz постоянно огромная дыра у тебя на пол танка которая легко пробивается ее нужно прятать также бронированный борт с фальшбортами с экранами там гусеницами которые тяжело пробивать но если ты его немного там перекрутишь лишнего угла там сделаешь то пробиваться но будет легко также лоб башни бронированной очень крепкий толщина огромная но во лбу башни слева от маски есть небольшой участок толщиной 250 миллиметров надо туда будет залетать от пт-шек или от врагов которые стреляют голдой также у нас в крыше имеется дверь 20 миллиметров заходи не хочу абсолютно любой пробьет чем угодно и крыша корпуса у нас тоже вся 20 миллиметров пробивается по правилу 3 калибров всем броня на самом деле мусор еще тот пробить этот танк легко и враги вам это докажут в рандоме если вы на танке поедете играть броню честно говоря можно записать в минус поскольку она ну такое себе да ей можно потанковать там бортом но если вы будете танковать вряд ли сможете стрелять поскольку переходим к следующему минусу у воины у танка а точнее орудия вниз опускается на 5 градусов 5 градусов и это еще не весь минус в опускании орудия на корму до чего уж там на жопу орудие плохо опускается и когда мы пытаемся от здания или от скалы или от чего угодно танковать обратным ромбом что казалось бы на щучьем носе идеальный вариант но на этом корыте нет потому что при обратном ромбе орудие на жопу не опускается и мы либо танкуем либо поворачиваем наш корпус сильнее чтобы орудие опустилась на борт потому что на жопу она не опускается и в тот момент когда орудие начинает уже опускаться и мы можем стрелять по врагу в этот момент у нас уже в борту не хватает приведенки нас все пробивают вот такой замечательный танк и воины лишний раз нерфят нашу броню делают танк более неудобным ты либо танку либо стреляй одновременно ты не сможешь делать и то и другое а пока ты там будешь справляться с этими трудностями то опускать пушечку то бортик крутить вертеть враг просто выйдет стрельнет заедет назад все а ты там крутись мастись пытайся там со своими у венами умаститься на рельефиках картофельных где все карты перерыты ям это канавы и вот со своей броней ты будешь мучиться потому что у вены тебе в этом не помогут никак комплексное мучение я бы назвал этот танк потому что комплексному мучению броня плюс 0 у венов добавляется еще и отсутствие стабилизации вообще в принципе слова стабилизация к этому танку не применимо вообще даже нельзя говорить что здесь плохая стабилизация здесь вообще нет стабилизации просто она отсутствует это огромный круг рандомных выплевывание снаряда куда попало в сторону врага на этом комплексные неудобства не заканчиваются к этому комплексному неудобства добавляем еще три секунды сведения и сверху еще добавляем точность 046 и вот у нас танк который плохо танкует на нем неудобно нигде пушка не опускается и даже в обратном ромби неудобно и даже если ты где-то у мастишься все равно нет стабилизации нет сведения нет точности но это еще не все и дополнительно в наш комплекс неудобности добавляется еще удельная мощность 10 наш танки еще и не ездит вообще до максималка вроде бы 40 обалдеть но эту скорость мы можем разогнать только в одном случае если сбросимся со скалы вниз при полете этот танк разгонится до 40 но лететь он эти 40 километров в час будет недолго но это еще не все наш обзор 350 врага мы увидим только если в него врежем ся поэтому нам союзники необходимы просто как светлячки по карте потому что сами мы никого не увидим вообще никогда и вот наш гениальный комплекс неудобств подходит концу дальше будут только плюсы как будто бы осталось еще про что говорить пробитие под калибром 221 скорость полета снаряда очень быстрая точно не помню там что-то в районе 1500 это удобно приятно хорошо да в принципе хорошо единственно что это под калибер я его презираю также у нас еще пробить аккумулем это у нас голда 270 это тоже хорошо но вот к тому что все остальное плохо такими снарядами тяжело пользоваться ты ими стреляешь вроде бы пробития много но куда она там летит как повезет причем тут прям максимально все зависит не от тебя стрельба ну очень кривая и тут никакое большое пробитие не поможет потому что ты ну ты просто физически не понимаешь куда она даже попадет ты просто наводишь на врага прицел и он всегда больше него в какую-то там уяземую зону попадешь неизвестно вообще ну и еще из плюсов это барабан с альфой 390 на три снаряда который быстро заряжается когда у тебя барабан пустой чем меньше снаряда в барабане тем быстрее она заряжается это в принципе прикольно не нужно там экономить снаряды выжидать там когда что-то там подзарядиться сколько есть возможность сколько заряжена всегда все выстреливаешь и только ускоряешь свою перезарядку это кайфово и что мы из плюсов получаем в принципе можно сказать что дпм с альфой и барабаном и пробитие в принципе больше особо никаких плюсов нет достаточно ли это для того чтобы играть комфортно получать удовольствие от танка я бы сказал нет очень сложно стабильно хорошо играть на этом танке нам нужно играть от того что мы барабанный танк нам не нужно там париться по поводу того что мы тяжно на танковать не надо нам танковать наша задача за бой дать несколько барабанов пострелять урон наша задача много стрелять и мы с нашей удельной мощностью и всеми вот этими вот комплексами неудобств должны вот эту вот жуткую телегу куда-то по бою дотащить чтобы в нужном месте в нужное время правильно раздать барабан пострелять еще и поехать куда-то дальше заниматься чем-то в бою технические элементы которые зависит от скилла все на этом танке это выполнять нет смысла наша задача более тактическая правильно в нужное время в нужном месте вылезти пострелять что-то там от скилла от башни играть там на всю башню дыра от какой башни какие-то там бортики танкования это можно конечно делать но делать это так типа попробовал может что-то получится нет нет да да пофиг наша задача главное тактический по бою все грамотно вовремя сделать при этом при всем мы все время в голове должны помнить что наша стрельба абсолютно непредсказуемая и после того как мы раздали барабан и постреляли мы не должны остаться с голой жопой посреди поля там если что-то не попали какие-то снаряды не залетели они не должны быть критическими влияющими на то что будет дальше с нашим танком типа вот сейчас я три снаряда даю с уроном враги сдохнут и все я буду в сейве так она не получится на этом танке нет уверенности вообще же ты даже раз попадешь она ультра кривое из безопасности желательно как можно ближе к врагу выехали постреляли и куда-то там спрятались или дальше продолжаем из подтяжка стрелять какие самые большие минусы у этого танка но это конечно же точность со стабилизацией отсутствие скорости и ну и воины просто нам мешают но больше всего хотелось бы чтобы этот танк ездил раз он весь такой плохой во всем то хотелось бы чтобы он ездил нормально была нормальная удельная мощность для того чтобы можно было с большей легкостью во время приезжать в нужное место поскольку на удельной мощности 10 честно говоря тяжело успевать во время куда-то приехать но в целом это можно на последнем стриме где я взял 3 отметки на этом танке средний урон был 3 600 до иногда на нем был средний урон и 3000 бывал и 2 800 нот в конце уже там было и по 3 чем-то и в самом конце 3 600 за весь стрим был средний урон но играть на нем очень тяжело и противно и танк неприятный но он берет своим скорострельным барабаном который только делает что ускоряется во время боя после того как ты раздаешь снаряды свои на нем можно делать результат но честно говоря это очень сложно даже иногда не то что сложно ты просто делаешь все что от тебя зависит и там дальше результат как-то сам получается хотя во время процесса того как ты играешь на этом танке кажется что все всегда плохо вот всегда тебя все пробивают всегда все криво косо летит всегда неудобно ничего нигде не опускается хрен куда стрельнешь но концу боя пока ты там выживал и накидывал свои рандомные кривые снаряды с бешеной скорострельностью что-то там туда-сюда хоп уже там по три по четыре тысячи каждый бы понабивалась и средуха получилось 3 600 просто нужно участвовать в бою и делать все что от тебя зависит и хоть кажется что все ужасно у танка но как-то там что-то получается но честно говоря танк жуть по поводу оборудования у меня стояла фиолетовая закалка честно говоря разница между обычной закалкой в слот и фиолетовой почти никакая поэтому ее есть смысл наверное ставить только на танки у которых нет слота под закалку в остальных случаях легче поставить в слот обычную у танка было что-то там кажется 1800 хп и это прикольно еще стоял стабилизатор и улучшенный прицел еще можно попробовать сведение поставить вместо закалки поскольку она ужасная комфорт стрельбы должен вырасти ну понятно по поводу ставить или нет турбину это как третья педаль она вроде бы есть а зачем непонятно сейчас объясню почему турбина она в процентах добавляет мощность двигателя вот у вас 10 вы ставите турбину у вас удельная мощность 11 и чё вы что с 10 юни ети что с 11 юни ети ничего не меняется я даже разницы никакой не заметил я пробовал с турбина играть это просто ни о чем по поводу полевой модернизации улучшаем проходимость грунтов улучшаем точность улучшаем обзор все вот такой вот танчик взял я наконец-то на нем три отметки он появился давно почему-то на сайте нет информации на вот вики когда он появился ну да и ладно насколько я помню появился он давно но долгое время я его не покупал почему-то все время обходил стороной это наверное один из немногих танков которых у меня не было премиумных восьмого уровня я его получил что-то попробовал на нем поиграть вроде бы скорострельность орудия мне понравилось а все остальное нет и я его бросил но вот недавно я на нем добил три отметки и скажу честно если бы я его не получил не купил и не покатал я бы наверно не расстроился танк такое на один раз прошел его три отметки набил и забыл на постоянку на нем играть не хочется так превозмочь удивиться от того что абсолютно неудобный неприятный танк в итоге какой-то результат доделает вот в принципе и все что такое из 3 смз подписывайтесь ставьте лайки с вами был варчик играть красиво всем пока и